здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы продолжим с вами разговор о полезных пробиотических продуктах наука не стоит на месте изучение различных пробиотиков их влияние на здоровье человека продолжается и не просто продолжается а движется семимильными шагами где-то можно сказать что защита растений и защита здоровья человека движется в параллельных направлениях все больше и больше в личных подсобных хозяйствах мы переходим на биологические средства защиты когда сенная палочка помогает нам победить различные патогены растений точно также ученые изобретают всевозможные пробиотики которые бы без приема лекарств только с помощью естественных способов борьбы с различными заболеваниями могли бы помочь нашему здоровью справиться со всевозможными неприятностями одним из таких методов является использование пробиотических продуктов которые содержатся в составе пробиотические в частности молочнокислые организмы не так давно я для себя обнаружил такое замечательное лекарство которое называется биоблиз изготавливается она по моему в израиле там живут совсем не глупые люди вот что они придумали один из естественных микроорганизмов которые населяют нашу полость рта способен вытеснять вредные микроорганизмы вредные стафилококки которые вызывают танзелиты ангины кариес и другие заболевания верхних дыхательных путей и полости рта прием этого лекарства очень прост надо периодически рассасывается сладкие таблетки состав этого препарата входит стриптокок который используется в промышленности для производства сметаны ряженки и других кисломолочных продуктов несмотря на то что он не способен практически не способен проникать в кишечник человека погибает в желудке он способен канала колонизировать полость рта тем самым помогая нам справиться с целым рядом серьезных заболеваний мне как человеку к сожалению обраду обладающему хроническим танзелитом такие лекарства очень и очень нужны и помогают они являются щадящими в общем все то же самое что я могу сказать про посадку чеснока они не сносят всю микрофлору освобождая здесь место для каких-то других патогенов они помогают естественным образом их вытеснить что же я обнаружил я обнаружил что вот этот штамм специально подобранный специально созданный с целью вот вытеснение патогенной микрофлоры из полости рта можно с успехом использовать для приготовления молочнокислого продукта в одной таблетке этого препарата содержится 10 в девятой степени клеток этих вот полезных микроорганизмов в то же время так примерно такое же количество но может быть чуть чуть меньше содержится только в одном миллилитре в одном миллилитре представьте того молочнокислого продукта который можно приготовить из этого препарата взять его в качестве источника бактерий приготовить этот продукт очень легко нужно взять я беру литр молока вот чтобы эту бутылку не не переливая там куда-то в какую-то посуду я ее просто опускаю в таз горячей водой и подогреваю примерно до 30 32 градусов на ощупь это ощущается как легкое тепло после этого я вскрываю эту бутылку можно взять или стерилизованное молоко или ультра пастеризованное молоко и просто без предварительного растворения добавляю туда две таблеточки вот такие вот вот такие вот таблеточки туда бульк бульк две штучки они там постепенно растворяются здесь что-то сладкое такое содержится они еще немножко с ароматом каким-то но это не имеет для нас никакого значения примерно через полтора суток нахождение вот этой бутылки в теплом месте если зимний период это вообще очень удобно потому что можно положить на батарею или поставить где-то возле батареи если у вас есть мультиварка или йогуртница значит это можно все сделать там если у вас нет ни того ни другого возьмите еще одну такую же бутылку или большего размера напомните горячей водой либо в кастрюлю вскипятите воду и положите эту бутылку рядом сверху накройте подушкой одеялом ну чем-то таким чтобы создать какие такие термосные условия через некоторое время у вас получится закваска вы это увидите по образованию сгустка молочно-кислый термофильный стриптокок дает сгусток довольно рыхлый он не похож на мечниковскую простоквашу которую можно есть ложкой он достаточно жидкий но он не то что жидкий но такой рыхлый именно сгусток неплотный но это ни в коем случае не должно вас смущать он весьма и весьма вкусный при его употреблении но вот эту бутылку которую я получил с помощью таблеток я в дальнейшем использую уже как закваску добавляю примерно одну две столовые ложки на новую порцию молока на другую такую бутылку и уже в течение одной ночи я оставляю на ночь теплом месте эту бутылку у меня получается превосходный пробиотический продукт который сохраняет все свойства вот этого лекарственного препарата который по правде говоря не такой уж и дешевый этот продукт вот ну похож на кефир на простоквашу на что-то вот такое довольно густой получается кислотность у него не очень высокая он приятен на на вкус и на аромат легко пьется и взрослыми и детьми поэтому является очень полезным соответствие с рекомендацией производителя течение четырех часов после рассасывания этой таблетки лучше не полоскать не мыть не чистить зубы что я советую и связи с применением вот этого молочнокислого продукта то есть его можно выпить и не ополаскивать рот для того чтобы живые бактерии из этого продукта в полной мере поработали у вас полости рта помогли вам избавиться от ангина танзелитов от каких-то воспалительных заболеваний в полости рта я желаю вам успеха желаю вам попробовать приготовление такого ценного пробиотического продукта периодически его употреблять сколько его можно употреблять сколько хотите его можно употреблять как как любой кефир как любую простоквашу и оздоравливайтесь будьте здоровы всего хорошего